Продолжение следует... ...по их принадлежности на опухолеспецифичные антигены и неспецифичные для опухоли антигены. В свою очередь они делятся на несколько групп. В нашем исследовании мы проводили анализ раковосечаточных антигенов, которые в норме экспрессируются в сетчатке, являющейся иммунопривилегированной тканью из-за гематоритинального барьера. При малигнизации раковосечаточные антигены аберрантно экспрессируются в злокачественных заболеваниях. К наиболее изученным относятся рекаверин, радапсин, транзудуцин, фосфодиэстераза-6, радапсинкиназа и арестин-1. Анализируя литературу, мы обнаружили, что не так много было исследований, посвященных раковосечаточному антигену при раке, и не было никаких исследований, посвященных изучению этих антигенов при раке мочевого пузыря. Таким образом, мы для себя поставили следующую цель – определить наличие и содержание Аристина-1 и рекаверина в моче у больных раком мочевого пузыря и здоровых добровольцев с помощью высокочувствительного мультиплексного иммуноанализа. На данном слайде представлена схема этого иммуноанализа. Мы использовали микрочип, на который с помощью магнитных частиц покрывались моноклональные антитела к аристину, поликлональные антитела к рекаверину. Роль положительного контроля сыграл рекомбинантный рекаверин, роль отрицательного контроля сыграла вся эта зона без маркировок. Индукция микрочипа проводилась в течение ночи с исследуемым образцом, в результате чего, если в исследуемом образце были антигены, они соединялись с антителами. Следующим этапом был метод с помощью проточной ячейки, который длился всего лишь 2 минуты. При потоке магнитных частиц они застревали в тех зонах, где были антигены, и при микроскопии в темном поле эта взаимосвязь выглядела в виде яркой звездочки, что указано на нижней картинке данного слайда. Соответственно, здесь выявлялись аристин и рекаверин. Нами было исследовано 40 образцов мочи от пациентов с раком мочевого пузыря и 40 образцов мочи от пациентов без рака мочевого пузыря. Мы определяли анализ мочи на аристин и рекаверин до операции. Также проводился анализ аристина и рекаверина через 7 дней после операции у пациентов основной группы. В дальнейшем проводился статистический анализ. Итак, наличие аристина-1 и рекаверина в моче в основной группе до операции было выявлено в 23 образцах из 40, после операции – в 4 образцах из 40. Наличие аристины-1 и рекаверина в контрольной группе в образцах мочи было выявлено всего лишь у двоих пациентов из 50. Таким образом, чувствительность и специфичность комбинации аристина и рекаверина составила 58%, а специфичность – 92% соответственно. Таким образом, предварительные данные могут указывать на необходимость дальнейшего изучения экспрессии раково-сечаточных антигенов как возможных маркеров рака мочевого пузыря с помощью сверхчувствительного иммуноанализа, конечно же, на большей популяции больных с раком мочевого пузыря и условно-здоровых добровольцев. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok